Тверская область вместе со всей страной готовится отметить 75-летие победы в Великой Отечественной войне. В преддверии праздника принято вспоминать героев тех страшных лет, которые ценой собственных жизней отстояли свободу и независимость нашего государства, не дрогнули перед лицом жестокого захватчика. Однако до сих пор находятся те, кто пытается усомниться в подвиге советского народа, даже очернить его. Исследователи коллаборационистского движения с большой охотой любят говорить, что многие граждане активно помогали врагу, вели подрывную деятельность против своей же страны. Впрочем, как правило, к доказательной базе таких вот экспертов у серьезных историков есть большие вопросы. Программа проведения круглого стола Калининская область в годы Великой Отечественной войны включала в себя выступления видных тверских и московских историков. Однако самым резонансным стал доклад доцента религиозной образовательной организации высшего образования Московская семинария евангельских христиан Игоря Ермолова. Предметом его разговора стал коллаборационизм территории Калининской области. Историк со всей серьезностью заявлял, что коллаборационистским настроением были подвержены все слои советского общества. Говорил о том, что движение носило системный характер на территории нашего региона. И уверял собравшихся, что граждане в период оккупации вели самую настоящую подробную деятельность против партизан, выставляя последних врагами своих же соотечественников. Две деревни, Лукино и Козлова, были сожжены партизанской бригадой в Араксу. Жители не были предупреждены. И вот в ночное время партизаны начали сжечь вот эти деревни. Люди лишились скота, лишились имущества, выскакивали порой в одном белье. Мужчины, около двух десятков, ушли в гарнизон Мозуле. Там присоединились к полицейским формированиям и ходят, делают облавы на партизан. Ни раз и ни два во время выступления Игоря Ермолова из зала слышались реплики недоумений и сомнения в словах доцента. У собравшихся складывалось обманчивое впечатление, что буквально все жители оккупированных врагом территорий были коллаборационистами. Большие вопросы специалистов вызывала как доказательная база Ермолова, так и подбор источников, которые многие сочли односторонним. Два источника, две подписи. Если вы один источник берете, то на грудь и остается впечатление, что партизаны больше не сожгли деревни. Когда в гарнизоне были немецкие, они жили это действительно. По мнению доцента кафедры стратегических коммуникаций факультета государственного управления МГУ Максима Фоменко, проблема коллаборационистского движения лишь одна из многих, касающихся изучения Великой Отечественной войны. Историк отмечает, доля коллаборационистов по сравнению с другими европейскими странами в Советском Союзе была крайне низкой. И рассматривать их как реальную силу просто неправильно. Не нужно забывать, что победа нашим народам была достигнута. Несмотря на какие-то негативные проявления, тем не менее, наша армия победила в той войне. Собравшиеся сошлись во мнении, что изучать проблему коллаборационизма в контексте Великой Отечественной войны нужно. Случаи сотрудничества с врагом действительно имели место, но они совершенно точно не носили массовый характер. Напротив массовым был героизм советских воинов, сражавшихся за свою родину. И стоит быть предельно внимательным, дабы не попасться на удочку горе-экспертов, которые лоббируют интересы определенных групп, пытающихся принизить и даже очернить победу нашего народа над фашизмом. Продолжение следует...